Валя правильно говорит, что если бы получилось так, что мы бы умудрились все-таки сформулировать некую этику любви, исходя из некоторого рода принципов или законов, то на самом деле Валя действительно противоречит, потому что мы хотели убежать от некоторой простой этики принципов или законов и перейти к некой другой этике, можно сказать, этики добра, конкретной этики, этики любви. Поэтому здесь может речь идти только об образцах. Понимаешь, как Христос образец, какие образцы. И вот такие образцы, как примеры. Нет, подожди, я просто хотел сказать, что значит образцы. Образцы сами на самом деле должны были где-то взять свое понимание жизни, для того, чтобы стать образцами. И мы, знаешь, вот есть такая проблема, как воспитать воспитателей. Ну, главное, это Христос, Он Бог, Его не надо воспитывать. Ну, это понятно, понятно. Это в религиозной парадигме это так. А вот в каком-то отношении проблема исправления общества состоит в том, как воспитать воспитателей. Потому что воспитатели, естественным образом, будут воспитывать детей именно так, как они сами считают правильным. Но они-то воспитаны в обществе, скажем, искаженно. Потому что общество само неправильно осуществляет электрородопринципы, неправильно функционирует, и поэтому их воспитание неправильно. Чтобы воспитать правильно детей, сначала надо исправить общество, чтобы воспитатели исправились и воспитали правильных детей. А у нас есть идеальный воспитатель. Нет, получается замкнутый круг. И точно так же с своими святыми, на самом деле. Святыми нет, у них есть идеальный воспитатель, Христос, Он Бог. Это понятно. Только просто если Бог является последней причиной для всех объяснений, или же уже говорил, то это на самом деле есть просто попытка скрыть объяснение, чем Его предъявить. Попытка скрыть феномен. Да, попытка скрыть феномен. Это такая же попытка. Но Бог, это разве не феномен вообще? Ну, это другой разговор. Мы апеллируем к некому феномену, который... Ты же Бога ни к чему не сведешь. Это как раз самое правое. Почему ты можешь Бога свести? Если я говорю о Боге, как и Грегоре, почему нет? Нет, но и Грегор это же не Бог. А Бог у ученых и философов, которые есть причина самого себя. В общем, даже такая механическая штучка. Нет, ну это игра в слова. А так-то вообще под Богом принимается некий Абсолют как бы. Ну вот Абсолют, так Абсолют это причина самого себя. Все говорят, ученые-философы, знакомые с ног и того времени, все причины имеют, все вещи имеют причину вне себя, один Бог имеет причину в самом себе. И понятно, почему так? Потому что должна быть причина последняя, которая уже не имела бы за собой никакого... Да, поскольку люди живут в мягке таком причинности. Поскольку цепочка причин куда-то удаляется, удаляется, должна быть последней причиной. И последняя причина, причина самого себя является, естественным образом. Да, этого, этот разговор я не знаю. К нему очень сложно. Некоторые люди пытаются к нему всерьез нести, типа Наговицына. Мне очень сложно к этому разговору отнестись всерьез. То есть можно ими заниматься, как некой игрушкой, но относись к нему всерьез никак. Я-то хотел... Это, между прочим, понятие такого Бога, вот этого самого, как Абсолюта, то есть причина самой себя, это как раз та же самая редукция к паровозу. Это ярко выреждая, а тут цепь паровозу. Да, тебе нужен некоторый детерминизм, и ты этот детерминизм находишь в некой последней причине, которую не надо объяснять. Которую не надо объяснять. Казал Абсолют или Бог, и уже вроде как все объяснил. Нам надо решить проблему, исходя из феноменов, по возможности, из первичных феноменов. Феноменология вообще стремится, в частности, из первичных феноменов, так сказать. Я когда Игорь предложил именно заниматься первичными феноменами, и говорить о свободе, в смысле, некого конкретного, нам известного первичного феномена. Что вот его доказывать и обсуждать? Есть такой феномен? Нам он известен, неизвестен? И попытаться как бы с этого феномена оттолкнуться, и попытаться двинуться, дальше мы пришли к некому пониманию совести. Получается, вот есть два феномена, которые нам доступны, и которые нам понятны. Первый феномен – свобода, и он нам доступен непосредственно. Мы просто знаем, что мы можем поступать, и наши поступки мы ощущаем как свободны. Второй феномен – совести. Мы знаем, на самом деле, что внутри нас есть некого рода знание какое-то надлежащее. И мы это надлежащее знание как бы соизмеряем неким внутренним. Вот это внутреннее, можно было назвать его совестью, или еще как-нибудь там. Так а знание-то это у нас откуда? Ну, у нас, наверное, из общественного сознания всего общества. Можно пытаться объяснять его другими причинами – Богом, общественным сознанием, бессознательным. Но это все редукция этого, к чему-то другому. И тем самым, на самом деле, попытка детерминизировать эту совесть. Просто еще как бессознательным, еще куда не шло. А редукция к абсолюту, в его понимании, скажем, века 18-го, то это вообще просто попытка редукции к плавозу по лучшему. А теперь я хотел сказать, что если вдуматься о той цепочке, к которой мы пришли, то возникла вот та старая проблема, над которой я потихонечку занимаюсь, то есть проблема неалгоритмичности всякого рода настоящих действий, всякого рода настоящих феноменов. В чем она состоит, неалгоритмичность? В чем состоит задача любой науки? Это свести некую совокупность феноменов к некой роду теории, к некой простой формализации, которая позволяет все, ну, все может быть не все, но в большей степени все феномены объяснить. Мы сводим некую совокупность многообразного к некой простой конструкции, которая все объясняет. Вот такая простая редукция. Что такое неалгоритмичность? Это означает, что вот такой редукции не удается, что невозможно всю совокупность нашего поведения, в том числе и поведение, связанное с надлежащим, связанное с пониманием добра и зла, свести к некому роду законам, законам этики, принципам, исходя из которых можно было бы все наше поведение объяснить. Не удастся так. Получается, что возникает некая рода неалгоритмичность в нашей жизни. То есть мы не действуем как некоторого рода роботы, как алгоритмы. И невозможно, естественно, и поведение наше задать с помощью какого-то алгоритма, сказать, что вот есть некая рода правильное поведение, оно выражается в неком алгоритме. Можно его записать там. Ведь если его записать, то будет это означать, что мы можем этот алгоритм загрузить в компьютер, и компьютер станет этическим. Еще раз, если мы можем задать некоторого рода алгоритм поведения, алгоритм поведения имеет в виду этическое. Если мы смогли бы выписать в виде некоторого правила, как нужно поступать, и говорили бы, что это поведение, которое соответствует этим правилам, называлось бы этическим, нравственным, то это означало бы просто, что мы могли бы взять, загрузить это в некого робота или компьютера, и этот компьютер стал бы нравственным. Нельзя считать, что этика законов является, собственно, в смысле этикой, нравственной. Потому что если строго следовать этим законам, то иногда твое поведение будет безнравственным. Потому что можно строго соблюдать заповедь «не уби», и тем не менее оказаться в ситуации вреда окружающим людям. Это означает, что поведение, которое соблюдает этические законы, оно не является вполне нравственным. В этом есть в следовании закону, в следовании закону и нормы морали, есть некого рода изъян. Изначальный изъян. Потому что наша жизнь, она более богача, чем любые правила. Сколько бы ты правил не выпишешь, мог бы выписать 10 заповедей, можно выписать 613 правил, которым следует иудаизм, можно бы выписать хоть миллион. Все равно на самом деле на каком-то определенном этапе возникнет некоторого рода ситуации, которые будут противоречить всем известным правилам. И как поступать надо будет в эту ситуацию, будет непонятно. Да, и тебе опять заново придется еще новое правило выписать. Поэтому в чем состоит проблема алгоритма? Проблема алгоритма состоит в том, что он... Это все понятно. Что может быть можно начать выписывать правила алгоритма, только нельзя это закончить. У христиан последнее правило, а это Бог. Почему-то. Нет, у христиан есть Евангелие. Нет, как орать, Евангелие не Евангелие, это все равно правило. Новый завет целиком. Давайте пока не скатываться к счастности. Вопрос идет, я попытаюсь поставить капитальную проблему, а вы пытаетесь скатиться к счастности. Проблема состоит в том, что наше поведение изначально, принципиально не алгоритмичное. Это означает, что его нельзя описать в виде какого-то простого алгоритма. А наше поведение этическое является, видимо, следствием того, что в принципе наше поведение не алгоритмичное. Следствием этого факта. Тем более этическое поведение нельзя изложить в виде алгоритма. Хотя и пытаются, да, этика же... В чем занимается этика? Она пытается предложить варианты, каким образом можно было бы правильное поведение, нравственное поведение, уложить в некоторого рода алгоритм. Например, 10 заповедей. Будешь поступать согласно этим 10 заповедям, значит, будешь праведником, будешь нравственным человеком. Оказывается, не так это. Есть много ситуаций, когда этот якобы нравственный человек будет поступать на самом деле безнравственно. Может быть, он не будет зла совершать, потому что он отказывается убивать, но он не будет совершать так же и добра, будут нести вред людям. И поэтому... Дело же не только в самих правилах. Там же может быть, скажем, грубо говоря, как пример, например, у тебя может быть правило, поступая по любви, и все. Вопрос только в том, что это такое, непонятно. Дело в том, что поступая по любви, это может тоже свести к некоторой роду закону и правилу, и тогда это ничего не будет отличаться от принципов. Как раз и получается, что оно не стоит. Любовь должна быть правильно понята. Правильная понятая любовь, это состоит от конкретного осуществления добра. Конкретное. Конкретное к обстоятельствам, к конкретному человеку. Почему добра? Конкретными средствами. Любовь – это добро, или это любовь, это как самостоятельный... Нет, слово «любовь» – это просто способ описания того, что значит приносить добро конкретно. Просто если ты будешь действовать из любви, ты просто тогда поймешь, как человеку помочь. Потому что если ты будешь действовать абстрактно, я хочу сделать добро человеку, и буду действовать абстрактно. — А любовь — это чувство всё-таки? — Нет. Если любовь — это будет чувство, тогда получится как у Игоря, что всё сведётся к эмоции. Присяжные видят красивую девушку, понимаешь, у них возникают чувства какие-то там к ней, и они считают, что не может быть такая красивая девушка приступить. — Хорошо, можно сказать так, что любовь — это не только чувство, но и чувство тоже. — Христианская любовь... — Правила используются термины. — Христианская любовь... — Некоторые термины невозможно определить. Отсюда получается недействие самого правила. Правила можно написать, проблем-то здесь нет. Проблема только в том, в какие термины вставят эти правила. — Нет. Дело в том, что правила невозможно написать не только для этики. Правила невозможно написать, например, объясняя то, как мы познаём мир. Вот как происходит процесс познания, ведь точно так же нет никаких правил. Многие пытаются, этим занимается геносиология, многие философы пытаются объяснить, каким образом происходит познавание. Но, тем не менее, до сих пор не ясно, как это происходит. Как это происходит? Каким способом происходит переход от неких чувственных данных теории к нашим концепциям? — К идеям. К идеям, пускай, про более простые понятия. Как происходит переход от чувственных данных, конкретности некоторых, которые вокруг нас многообразно окружают. Как от них происходит переход к нашим внутренним концепциям, неким внутренним теориям. Или теориям, допустим, в смысле научного. Как к научным теориям происходит переход? Как связаны эмпирические и теоретические? Это, если говорить языком, скажем, позитивистов, постпозитивистов и прочих. Точно так же и в этике возникает проблема. Она связана с тем, что есть некое наше поведение. Редуцировать его некому набору правил не удается. Почему бы не удается? Потому что присутствует некий момент вот этого, как я говорил, бифуркации. Не обязательно даже свободных. Есть нечто в нашем поведении, конечно, это невозможно связано, в частности, если говорят о человеке, со свободой. Невозможно детерминировать и поведение животного. Животное ведет себя тоже, ведь это не детерминистично. Даже животное. Иногда. Даже линейка. Даже линейка. Это один разговор. А если мы еще прибавляем к этому разговору понимания того, что мы свободны, тогда наше поведение еще более сложным становится. Помимо случайностей, бифуркации, которые случаются в нашем поведении, присутствует еще наша намеренная воля, которая, как свободная воля, вторгается в эти выборы. То есть наше поведение очень сложное. Объяснить его, видимо, никогда не удастся. Сколько бы мы ни говорили о мотивах, ни говорили о внутренних каких-то условиях, об условленности. Влад, слышишь? То, что невозможно объяснить наше поведение, будет никогда как раз доказывает то, что у нас есть свобода. Если бы мы сумели объяснить, то свобода будет не стала. Нет, не надо ее доказывать. Игорь правильно говорит, что свобода – первичный феномен. Ее доказывать не надо. Я не доказывать, я говорю, объяснить поведение, если бы наши смогли, то тогда да. Еще раз, мы движемся в другом направлении. Мы говорим о том, что изначально есть некая свобода, первичный феномен. Основываясь на этой свободе, мы можем говорить о нашем поведении, как об этическом поведении. Если свобода есть, значит возможна и этика. Если свободы нет, этики невозможны. Это как бы свобода и возможность этики, возможность нравственности, идут параллельно друг другу. Почему это так? Потому что свобода связана с ответственностью. Если нет свободы, то нет ответственности. Если нет ответственности, невозможно именить человеку вину в виде неправильного поведения. Или наоборот говорить о том, что он ведет себя правильно. Никакого правильного и неправильного не может быть, если человек действует, исходя из некой обусловленности, некой детерминистичности. Так вот, моя мысль-то главная, в чём состоит? Главная мысль состоит в том, что наше поведение и в познавательном процессе, который вообще к этике никакого отношения не имеет, и уж тем более поведение, где проявляется наша воля, оно не может иметь какого-то алгоритма. Мы ведём себя, на самом деле, исходя из некого, как я говорил, что значит, не из алгоритма, значит, исходя из некого умения. Вот у нас есть некое умение. Как оно работает? Если мы говорим, допустим, о познавании, мы как-то умеем просто познавать мир, мы как-то умеем понимать, на самом деле, что представляет собой в мире определённый родообъект. Как это происходит, неизвестно. А как это происходит, как-то мы научились, путём проб и ошибок, нам это доступно. Точно так же в поведении. Вот есть некоторое понимание, как я говорил, правильности, надлежащую. И мы как-то умеем это применять. Да, но при этом очень важно видеть, опять-таки, что, конечно, надо пытаться такое углеродное найти. Так же, как, безусловно, надо пытаться найти попытку объяснить нашу свободу тоже какими-то такими странными вещами. Тоже пытаться редуцировать чему-то. Наука по своему принципу, она всегда занимается тем, что она одно редуцирует в другом. Это так устроено научное движение, что оно сложное, мол, скажем, индуцирует постому, коллективическое и так далее. Вот это тоже важно. То есть, с одной стороны, надо этим заниматься, но никогда не надо забывать про сам феномен. Никогда не надо чрезмерно увлекаться редукцией. Ну, кто знает, может быть, действительно, все есть всего лишь коллективное и бессознательное. Тогда нет никакой не свободы воли, никакой этики, а есть игра каких-то произвольных сил, которые человек не понимает и не осознает. Кто знает. Ну, это как у Шопенгауэра была, да? Какая-то мировая воля бессознательная, она куда-то, все живое куда-то движет, в том числе и нас. Да, что-то, что-то, что-то такое. То есть, очень важно настоящему ученому держать голову в аду, но не отчаиваться. Это означает заниматься редукцией, но чрезмерно ей не увлекаться. Не, ну, понятно, почему редукции природы к каким-то простым теориям для нас важны, потому что мы можем их применять и создавать, допустим, технику. Да, и кроме того, очень интересно, что эта редукция успешна. Да, так вот, а в поведении не можем мы точно... Поэтому, да, с поведением есть тоже претензии, что, может быть, мы сейчас пока не понимаем, но эта редукция, надо только с этим заниматься, она окажется успешной. Я же противоположную точку зрения поддерживаю. Эта точка зрения чисто феноменологическая. Она состоит, что у нас есть феномен свободы воли, и надо постараться мир понять, исходя из него самого, то есть из этого самого феномена. Описать его, но ни в коем случае не сводить его к паровозу. Да. Вот так. Когда, получается, будет свой феномен воли, просто есть в некотором смысле аналог, не знаю, какой-то силы. Не четыре вида взаимодействия в Вселенной, а есть пятый вид взаимодействия, который называется человеческая воля. Для редукциониста. Ну, как говорится, для кого? Нет, не принципиально. Для редукциониста, да. В том смысле, что, тем не менее, можно найти, соответственно, законы, как эта воля действует, что является ее переносчиком, и ее правила взаимодействия с остальными силами. Быть может. Ну, опять, у меня есть некоторая интуиция и убеждение, что редукция к физическому миру, в том числе к понятию взаимодействия, здесь не плодотворна. Я бы, вот, предложил редукционировать все-таки к сознанию. Почему к сознанию? Потому что все вы знаете, что, как бы, какое у человека к сознанию, такого он, как бы, в этики, ну, там, Чехов говорил, что надо выдавить себя рова по капли, там, и так далее, и так далее, там. Люди, которые, как бы, занимаются совершенствами своего сознания, соприкасаются с общественным сознанием в случае его достижений, они, в общем-то, меняются и в физическом плане. Ну, может быть, в этом и есть некая стремярная правда, но состоит, что три собравшихся кандидата наук каких-нибудь неприличных, там, физико-лиматических, очень редко насилуют девушку в подъезде опытом. Да, это действительно так оно и есть. Рядко они насилуют, то есть совсем никогда. У нас на сайте тоже такой пример привел один пользователь, там, интересный. Он сказал, что, говорит, мы, говорит, часто поступаем бескорыстно. В магазине может, допустим, продавщица потеряться и знание, но мы почему-то не бросаемся на прилавки, не хватает из них товара и не пытаемся их своровать. То есть мы, на самом деле, удерживаемся этой поступкой в некоторых, независимо, то есть нет какого-то произвола, да, вот мы не под страхом наказания этого делаем, конечно же. Ну, нельзя это всё, может быть, свести даже к привычке. Вот может, на самом деле, есть некое всё-таки… Есть понимание какое-то внутреннее, что разрушаем основу, мы разрушаем свою жизнь собственную, в том числе. Нет, ну вот то, что называется правильное, да, вот есть некое внутреннее понимание правильного, которое не сводится никакому правилу. Правильное вроде как от правила, да, но оно не сводится к нему правилу, его не сформулируетесь. Я думаю, что эта ситуация такова, что мы здесь не исследуем правилу, а мы строим правил. В данном случае, поскольку у нас есть воля, мы в таких ситуациях не следуем какому-то правилу, а это правило создаём, А будем ли мы потом следовать ему или нет, это уже второй вопрос. Тут с этикой, в данном случае мы этику создаем своим поведением, своей свободной волей, мы создаем правила. А насколько они будут работоспособны в тех или иных условиях, непонятно. Если начнется голод и еще что-то, то в этой же ситуации мы бросимся собирать эти продукты и уносить, что, как сказать, прекрасно показывают кадры в Египте и при погромах еще какие-то и так далее. Кадры документальные, киносъемки в Египте? Да. Внутри в нем особо. Проблема-то состоит, что нельзя все эти правила свести. Вообще сейчас весь разговор, к чему мы пришли, собственно, после плодотворного и долгого движения, состоит в том, что, ну, не свести этику к правилам, ни к какому категорическому оперативу не свести ее, не действуем и так. Ну, смотрите, нюансов уже очень много. Вот даже, как бы, если мы имеем какое-нибудь общество, в котором два-три поколения уже не голодало, да, это совершенно другие люди, чем общество то, где голод еще, как бы, является жизнью основной массы населения. Даже вот такие нюансы совсем маленькие. В каком смысле другие? Они просто не убивают друг друга, но это не означает, что они не будут убивать, если начнется голод. Нет. То, что ты приводишь к примеру, тоже один из нюансов. Ребята, вы пытаетесь, опять же, вот, в чем не плодотворность такой дискуссии? Вы пытаетесь привести их, что в мире бывают разные вещи. Бывают люди поступают нравственно, бывает безнравственно, бывает то, бывает... Много что бывает. В этом же дело. Сейчас я поясню. Володь, к вам привел пример, что будет, если, как бы, человек потеряет человеческий облик, как бы, да, если вы поставите ситуацию, когда он... Еще раз говорю, это все равно частный пример. Вопрос идет о том, что мы этик устроим каждый момент своим собственным поведением. То есть мы правила создаем... Да нету никаких правил, еще раз говорю, да еще идет о том, что... Володь, ты знаешь, о чем говоришь с этим голодом? В чем здесь голод? Мы правила создаем, но ты сейчас одно правило создаем, а ты через два дня будешь создавать другое правило. Володь, ну, послушай, ну, если тебе сейчас по Вене прогнать какой-нибудь сильный наркотик... Ну, началось, я так и думал, что хочешь с этим... Да какая разница, я ж ни по дороге, я не говорю... А не скамейкой по голове дать? Ну... Тоже будешь спать ко мне. Дело не в этом, дело в том, что наша свобода, она нам позволяет создавать этику в каждый конкретный момент времени. Этика, как набора правил, так сказать... Правильно говорит, была как набора правил, которые вот есть задан один раз и навсегда, его нет, действительно. Нет. Я бы это большое... Наше поведение и ситуация в мире, в смысле, конкретно все богаче, несводимые. Скорее, надо правильно так говорить, что можно было бы пытаться всю совокупность поведения человека формализовать в виде неких правил. И выписать их, допустим, получилось бы 10 тысяч правил, допустим. Но мир так устроен, и наше поведение такое сложное, что может найтись такая ситуация, что придется эти правила все равно нарушить. Да я же не о том, не о том, что мир сложен, что 10 тысяч не хватит, а 20 тысяч или 30-50 тысяч не хватит. А дело в том, что принципиально это не так. Просто само по себе бы не так. Дело не в количестве правил, не в количестве алгоритмов, а просто принципиально дело не так. Просто. Что у тебя есть некое, всякий раз есть сознание, должного и не должного. А не получается, что мы просто одно и то же говорим с разных позиций? Я говорю, что невозможно свести к правилам просто исходя из опыта, а опыт показывает, что не свести. А ты говоришь, что в сущности так. Да, у тебя в последней тираде ты начал говорить о 10 тысячах. Я говорю, ну, допустим, мы попытались бы все поведение человека формализовать в каких-то правилах. Вот есть же высказывание Гёта, что все положения, все трагические положения могут свести к каким-то... Да, я тебе хочу сказать, что дело не в бесконечности ряда правил, а дело по существу такового. Правильно. У меня действительно такая ситуация, что что такое алгоритм? Алгоритм – это мы пытаемся, допустим, каким образом мы можем узнать площадь круга. Мы будем писать в нём многогранники. И это может действовать бесконечно. Бесконечно разбивать, разбивать и в конце концов площадь круга получим. Да, это у тебя так получается. Я говорю, что проблема в том состоит, что мы можем правила уточнять каждый раз, прибавлять новые, добавлять, уточнять, уточнять и отрочнять, и, в принципе, она уйдёт куда-то в бесконечность вот этого алгоритма, уточнения правил. И я говорю, что мы этой бесконечности достигнуть не можем, хотя и можем двигаться. А ты говоришь, что, в принципе, сколько бы мы ни двигались, суть такова, на самом деле, что нет никакого, ну то, что может в нашей метафе называться площади круга, что её как бы нет. В этом разница. Её нельзя достигнуть, да. А я считаю, что она как бы есть. Эта правильность-то она есть. Но мы к ней можем бесконечно приближаться. А я хочу сказать, что эта правильность есть, но эта правильность путём серии бесконечного приближения при помощи законов, она не достигается. Более того, ты её теряешь на пути. Принципиально. А есть ли она вообще в принципе? Есть, конечно. Может быть такого понятия, грубо говоря, как площадь круга, вообще нет. Я же с этого и начал на примере фильма «Мама и не говорю». Там все персонажи знают, что они находятся в неком совершении недолжного. У них всех есть некое простое, понятное ощущение того, что они в своей жизни совершают нечто недолжное. Такое действительно у многих есть. Но они должны не потому, что они нарушают то-то, заповедь то-то, 5 или 7 этих статей уголовного кодекса в настоящем нет. Не поэтому. А вот это просто такой и другой подход. То есть врождённое чувство. Ну это как бы врождённое. Это интересно, кстати, кто-то разногласил. Я не согласен, что это чувство врождённое, потому что это чувство тоже эволюционирует по жизни. Ну, быть может, быть может. Но, тем не менее, вот такой как бы феномен есть некий. Такое понимание как бы совести. Его не надо пытаться редуцировать. И очень важно тоже его понимать, что оно не воплотимо в форме алгоритма с такой-то иной точностью. То есть в твоём понимании не обойтись без решений. Только ты совсем недавно говоришь, что наука должна пытаться всё-таки опубликовать. Наука должна, а не нет. А? Наука должна, а не нет. Поведение человека какого-то. Да. Юристы будут выписывать. Юристы будут формализовать. Вот берёт такой юрист и пытается как-то. Да, да. Вот у него есть интуиция нормального приличного юриста. Не того, как он в нашей стране. Нормального приличного юриста он понимает, как должно поступать в такой-то ситуации. И он пытается в форме законов это дело формализовать. Один том, второй том, третий том, пятый том, 150-й том. 1779. Юрист трудится изо всех сутилов. Потому что считает, вслед за Булатов, что если он напишет 500 томов, то он хоть как-то приближится к этому закону. Что он к нему приближается. К какому-то идеальному закону. Да, к идеальному закону приближается. Которому уже воплотить, тем не менее. Ответ. Идеальный закон. Может быть и ты идеальный закон и поставишь, но правило совести он не выполнит в никаком случае. Он его не воплотит. У тебя не существует в форме закона. Принципиально не воплотит. Кстати, между прочим, я хотел обратить внимание, что разница между совестью и законом состоит в том, что закон это всегда отрицание. Правильно сформулированный закон это всегда некого рода отрицание. А совесть всегда положительное. Они пытаются в форме этих запретов. Вот как круг. Мы можем вписанную окружность и описанную окружность. Какой-то такой можно пример привести. Они всегда на самом деле разорваны. На пределе описанные и вписанные многоугольники. Они конечно совпадают. В пределе они стремятся к одной точке. К одной площади круга. Ответ. Если пользоваться этой метафорой, то у нас ситуация устроена так, что площади этих многоугольников вписанных и описанных всегда расходятся. Да. Всегда. Мы не можем отрицаниями добиться некого положительного. Да. И поэтому мы не можем вписать в эту... Потому что отрицание это и пассивная ситуация не делай, не деяние. А совесть и действие из любви это положительное. Как делай? Процесс с точки зрения даже социального очень страшный. У нас вот люди, каждый день у нас бесившиеся принтеры во всем мире пишут все больше законов, все больше инструкций. И говорят, давайте построим правовое государство. Это те, которые будут этим инструкциям и этим законам следовать. А зачем? Под конец закона становится столько, что тебе нужно иметь целую армию людей, которые приводят все твои действия в сочетании с этими законами. А самосогласовывать? Самосогласовывать их. Они противоречат один другому. У тебя вот такая... Возникает ситуация, что без висевшегося права. По сути вы пришли к варльной позиции. Есть любовь и живите согласно любви. Ну, фактически, да. Ну, там просто разные понятия. Совесть, любовь, но они принципиальны. В данном случае мы приходим только к тому, что находим некое конечное понятие, которое находится внутри нас. Просто Валя не удерживается на высоте собственной же позиции и постоянно связывается к редукционизму. Постоянно пытается себе какую-то костыль организовать. То ли какого-то Христа придумать, то ли какого-то Бога Абсолюта, то ли еще чего-то. Это же редукционизм. Безусловно. Мне просто Валя верит, что при таком знании человек какой-то там Христос тебе будет болтаться под ногами. Валя верит, что этика может обоснована только религиозно. Он считает, что невозможна светская этика. Ну, не знаю я. Я считаю, что возможно. Я тоже считаю. Мы это уже один раз проходили. Мне кажется, что возможно. Валя считает, что если люди будут светскими, то они будут считать, что все позволено. Это понятно, что подобного рода. Вместе с советским. Что у любого человека всегда есть возможность отойти от этого правила. Он будет понимать, что вот хочу себе украсть на БМВ и крадет на БМВ. Хотя он в душе, как и в другой фильме «Мама не горюй». Они понимают в тот момент, что он поступать каким-то образом не должен. У них в обоих «Мамах не горюй» опять к этому фильму возвращаюсь. У них же есть прямая противоположность морячка. Вспомним, да? Так называемый турист. То есть бог местный. Закон и авторитет. Не скажу, что он в законе. И авторитет. Он как некая грань в обоих фильмах всегда находится за кадром. В фильме его еще нигде нет. Он куда-то уехал, где-то скрывается. Он норильский бандит. А в другом он существует в качестве своего тела, в качестве своего труха. Просто об этом никто не знает, что он уже мёк. Точно так же. Такие вот люди как бы вполне возможны. У нас всегда есть искушение. Но важно понимать не то, что мы поступаем неправильно. А важно понимать, что в самом негде деле, что самый плохой человек в этот момент, понимает ли он в душе своей, что он понимает и поступает неправильно. Ответ. Понимает вполне возможно. И вот есть такой феномен. И этот феномен мы не пытаемся, феномен совести, мы не пытаемся свести к чему-либо еще. Не то, что мы не пытаемся, а не нужно его сводить. Да, не нужно. Редукция, она как бы убивает и совесть, и свободу. И нельзя, и нельзя. А если... Это самый такой вопрос. Это чувство, оно, скажем, в древнем Риме, когда римляне с наслаждением смотрели за боями гладиаторов, и люди там убивали друг друга, это чувство было, что они сделали что-то неправильно? Конечно. Конечно. Это точно так же. Я почему-то сомневаюсь. Точно так же взял, ну, допустим, я серийный маньяк, я взял себе маленькую девочку, и пытаюсь ее расчленить, используя собственное жилье, собственных организмных ресурсов. Понимаю ли я в этот момент, что я поступаю что-то недолжное? Да, конечно. Ты маньяк, не сравнивай, пожалуйста, ситуацию, когда это в государстве делается, и все люди знают об этом и принимают это. Да, они делают и принимают. Я сомневаюсь, что они испытывали при этом какие-то угрызения совести. Нет, я тебе точно так же, как тебе, я тебе могу честно сказать, ты сам, может быть, это видел. Вот, массово учителя труда, учителя школ работали на выборах в качестве членов избирательной комиссии. И массово они, либо половина подделывала бюллетеня, вторая половина под этим расписывалась. Это массовый эффект. Они получают за это деньги, они довольны, они еще чего-то делают. Понимают ли, что они делают что-то недолжное? Да. Безусловно. Не, ну это не однорядный пример, не одного ряда. Почему? Не, ну, когда речь идет о совести, мы же сейчас обобщаем. То есть, точно так же ты возникаешь. Мы говорим, что есть некое правильное поведение. Вон тебе пример из прошлого, ты пример как бы из настоящей. Саентологии. Саентологии, да? А ведь изначально дианетика, она была разработана военным ведомством США, использовалась для морских пехотинцев. Нет. Да. Нет. Где-то число Лона Хаббата. Ну, Лон Хаббат может все что угодно говорить. Вот. А смысл этого все, что вводится в человеку такой понятийный аппарат, как бы, при котором он не испытывает никаких угрызений совести, совершая... Ну, вот это вопрос. Антиморальный. Это опять вопрос. Такого феномена нету. Вот я говорю, что такой феномен совести есть, а мы этого не отвечаем. Ну вот, например, у Саентологов существует... Валя, ну ты задумайся, что ты говоришь действительно, что нету такого феномена, как совесть. Если она обусловлена. Если все это обусловлено... Да, я же вам говорю, что это обусловлено... Что это обусловлено образованием, скажем. Сознанием, да. Образованием это обусловлено. Сознанием общества, цивилизацией. Ну, были же дикари. Ну, отсюда следует, что нету этики тогда. Воспитанием. Воспитанием. Воспитанием это. Свободы, значит, нет опять. Мы опять потеряли свободу. Подожди. Мы пытались свободу найти в совести. Подожди. А теперь ты говоришь, что в совести нет свободы. У вас же есть какая-то абсолютная совесть, уже изначально заложенная в человека на все времена. Нет. Она просто... Я тебе говорю, вот это... Есть, конечно, совесть даже у собаки. Да, конечно. Собака украла кусок мяса, ее ругаешь, ей стыдно. Не стыдно, да. Конечно. Ну, это же совесть не Достоевского. Не, послушай, вопрос о чем говоришь. Нет, подожди. Вот собака Рекс сидит, украла кость, ее ругают, ей стыдно. И рядом сидит Достоевский. Мы уже поняли, поняли. Ну. Просто вопрос-то в чем идет? А ему не стыдно будет. О том, что вот у тебя есть свобода. Достоевского не стыдно? Это же... Ну, слово «свобода» я считаю абстрактное. А как свобода проявляется в реальной жизни? И мы пытались, как бы вот Игорь пытался, да, найти в реальной жизни феномен, который соответствует этой свободе в ее реализации. Он говорит, что в ее реализации это свобода, о которой мы говорим как об абстрактном феномене. Есть совесть. Это та самая свобода, но уже в ее реализации. Мы-то понимаем, что значит действовать по совести. Мы же это понимаем. Послушай, ты вот не дослушал. Для того, чтобы от Рекса дойти до Достоевского, ведь нужно пройти громадный путь эволюционный. Который, может быть, займет миллионы лет. А ты-то считаешь, что собаку уже вложена совесть Достоевского. Мы же как бы с этим парадоксом уже несколько раз сталкивались. Если мы попытаемся объяснить, что такое совесть, исходя из эволюционных, исходя из научных или других объяснений, мы тем самым ее редуцируем к некоторой причине. Она возникла по какой-то причине. Она обновлена какими-то условиями, бессознательно, неважно. И тем самым она перестанет быть первичным феноменом. Она станет чем-то вторичным и чем-то несвободным. А почему совесть должна быть свободной? Совесть может быть несвободной. Игорь предложил вариант от истолкования свободы в ее реализации как совесть. Совесть есть тот феномен, который мы опять же знаем. В котором свобода реализована в качестве чего-то нам известного. Не так, что мы должны взять правило, как линейку, и потом подойти к миру и начать измерять. Не так. Может быть, свобода как внутреннее чувство, она не ограничена. Но для того, чтобы выйти в мир, мир ограничен. Тем самым свобода ограничивается и становится совестью. Это как вариант может быть, да. То есть свобода как внутреннее чувство, она действительно не ограничена и является внутренним состоянием, внутренним феноменом человека. А пытаясь реализоваться во внешний мир, то есть пытаясь каким-то образом проявить себя во внешнем мире, она себя проявляет как совесть. Или как этика. То есть она ограничена. Просто в силу того, чтобы ей приходится переходить в ограниченный мир... Да нет никаких переходов. Просто один и тот же феномен свобода поднимается просто двояково. С одной стороны, он понимается как некая внутренняя жизнь, а с другой стороны, он понимается как реализация. Ну реализация, я и говорю. Это один и тот же феномен, просто он проявляется... Мне кажется, что свобода, она... Совесть, это только одна из, скажем так, составляющих свобод. То есть свобода как таковая совестью не описывается. То есть реализация свободы... Еще раз говорю, мы говорим о этике, которая пытается реализовать себя. Не об этике, которая какой-то формальной, которая заявляет себя как принципы, да. Еще неизвестно, можно ли эти принципы существовать или нет, на деле. А мы говорим о такой этике, которая в своем осуществлении остается нравственной. И Игорь предлагает вариант, что такая вот этика, которая в своем осуществлении остается нравственной, да, которая как бы сохраняет свою изначальную ориентированность на свободу, да, которая изначально свободная, представляет собой совесть. И поэтому мы не можем к совести отнестись внешним способом, чтобы попытались ее редуцировать к чему-то другому. Ну хорошо, а давай вот так про это. Для нас она теперь является в этом изложении первичным феноменом. Влад, слышишь? Ну да. И так про это про это. Потому что совесть – это как бы обратная сторона свободы. Ну для того, чтобы сохранить свободу в нашем мире, да, свобода же подразумевает ответственность. И вот как раз, как защитный механизм, сохраняющий субъекту свободу, у него является совесть. Независимо от того, животное это или человек. Ты все пытаешься все-таки объяснить. Всякое объяснение, оно редуцирует феномен к тому, что объясняется. Где-то здесь свобода редуцируется к свободе. Все это редуцируется. Просто другая сторона. Теперь я на самом деле не согласен, что можно прямо вот так вот просто распространять феномен свободы на животных. Хотя, не знаю. Ну, безусловно, Хеллингер в этом смысле прав. Все действительно у общественных, социальных животных есть. И Хеллингер понятие совести, оно редуцирует. Редуцирует это боязнью быть исключенным из собственной группы, говорит Хеллингер. Ну, собака, которой украл кусок мяса, боится, что... Ну, ты сейчас собственной совести, опять же, редуцируешь. Да, Хеллингер. Хеллингер, поэтому он у него редукционный тоже принцип. Также у Хеллингера это принцип редукции какой-то. Мне это больше всего забавляет, что получается, что после долгих разговоров мы оказываемся в ситуации... Знаете, у нас литераторов очень много, и все эти литераторы очень любили говорить о совести. И что получается, что они, условно говоря, стоят на вершине нравственного обсуждения вопроса. А, точнее, обсуждения вопроса о нравственности. Вообще же много всяких интеллигентских таких романов, где обсуждается, правильно это не делать, неправильно, что... Да, да, интеллигентские, интеллигентские. То самое самокопание, о котором Алексей Толстой говорит. И самое интересное, что с нашей точки зрения сейчас получается, что они находились в самом корне проблем. Что интуитивно как-то вот они нащупали, да, что именно только вот... Что нашу свободу надо искать не в каких-то там категорических императивах, каких-то законах, да, а в чем-то другом. Получилось, на самом деле, несколько неожиданно. Дело в том, что предполагалось, что есть внутренняя логика, внутренняя структура нашего поведения. И если она представляет собой некую структуру, то ее можно обнаружить. А теперь получается, что, может быть, эта структура есть, но ее мы никогда не сможем отрефлексировать, как многое в нашей жизни, да. Мы не можем отрефлексировать в полноте своей, что представляет собой наше «я», в полноте своей отрефлексировать понимание того, как происходит познавание и многие другие вопросы. Да, всегда ты не вылетишь. Да, мы не можем выпрыгнуть и посмотреть на это все со стороны. И получается, что, поскольку мы сами вовлечены в поведение, поскольку мы сами во всем этом участвуем, мы можем только указывать на то, что никакого раз навсегда простого правила, принципа, или совокупности правил, которые могла бы выразить сущность этики, никогда такой совокупности не будет возможно выписать. Что всегда придется каждому человеку, который приходит в этот мир, начинать в некотором смысле все заново и всю жизнь мучиться, как правильно себя вести и как правильно поступить в том или ином случае. Ну, это же в свое родо, как сказать… Ну, начинать там будет не сначала. Это же в свое родо проигрыш. Почему не проигрыш? Он не будет начинать с самого начала. Ну, мы попытались средствами, возможными нам, средствами мышления, разума, как-то проблему эту осознать, как-то ее разрешить. А теперь получается, что мы пасуем перед некоторого рода непреодолимыми трудностями, связанными с тем, что, возможно, само явление таково, что мы не сможем никогда его понять, как оно устроено. Зато мы видим, как человечество само себя вытаскивает за волосы. А способы нашего понимания, еще более того, на самом деле, они только проблему как бы редуцируют чему-то, что как бы нарушает некоторую внутреннюю форму самого содержания, да, то есть нарушает исходные условия. Мы должны свободу взять свободно, а всякий раз, когда мы пытаемся ее объяснить, мы как бы к ней подходим к чему-то обусловленному. И тем самым нам не удается удержать свободу как свободу. А если мы подходим к свободе как свободе и удерживаем его как первичный феномен, то вот мы больше ничего к этому добавить не можем. То есть можем сказать, что нам сегодня удалось продвинуться только в том отношении, что, возможно, именно совесть, как некий тоже первичный феномен, в котором выражается свобода, вот есть тот самый феномен, в котором свобода остается как свобода, ни к чему не редуцированная. Я вообще как бы склоняюсь к тому, что с чем дальше как бы живу, да, что наша жизнь настолько сложная вещь, что вот мне в детстве казалось, что существуют какие-то простые способы понять что-либо, да, и поняв как бы одна же что-либо, да, можно как бы переходить к некоему чему-то другому, и так, в принципе, обозрить весь мир, и в конце концов возникнет некая система, там, можно назвать ее философская система или там мировоззрение, согласно которому можно уже дальше спокойно жить, да. Как бы все вопросы будут, на все вопросы будут получены ответы, да, и как бы все в целом будет решено и сделано. Ну а получается, чем больше, как бы, чем больше я разбираюсь со всякого рода вопросами, тем больше как бы усложняется все, потому что все становится все более и более сложно. Что кажущиеся решения одного вопроса на самом деле в результате оказываются проблемными для других вопросов. И каждое, и каждое родное решение, оно рождает просто новые проблемы. Да, но мы поэтому, да, поэтому не годимся... Как далеко ты сможешь зайти. Нет, мы же не годимся за результатом, мы занимаемся для себя бытием мыслей. Ну, например... Сегодня же мы, благодаря мне, да, занимаемся явно... Да, благодаря тебе. Серьезной работой по бытийствованию мыслей, так как она дана для себя. Ты умеешь проблемы ставить, мы уже не раз, на самом деле, убеждались, что как бы ты придешь и все испортишь. У нас было так все гладко и ясно. И тут приходит Игорь и вносит свои 3 копейки. Угу. 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 Угу.